привет 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 рада приветствовать вас на моем канале счастье в нас самих и с вами снова я я хочу поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии за вашу поддержку за ваши прекрасные слова и самое главное за то что вы меняете свою жизнь к лучшему а это бесценно очень много общаясь с вами я поняла что тема общения и переписки с мужчиной на сегодняшний день в тренде да мы живем в двадцать первом веке и я не знаю к сожалению или к счастью в основном и очень часто мы именно общаемся по переписке и как показала практика и статистика на сегодняшний день переписка это что-то вроде искусства или творчества ну именно так надо к этому подходить мне так кажется практики сегодня не будет сегодня просто представлю вам именно этот аспект с точки зрения силы мысли еще до того как я открыла свой канал я написала статью на похожую тему которая размещена в группе зеркало судьбы алены ариес ссылочка на эту статью под этим видео если вам интересно вы можете ее прочитать ну и кстати об алене ариес алена ариес является автором уникального курса по искусству предсказаний ну и чем он уникален тем что за 12 уроков вы учитесь предсказывать на чем угодно вы знаете я интересовалась 2 еще довольно таки давно но все курсы которые я просматривала они включали в себя заучивание всех карт второй это семьдесят восемь марканов значит это семьдесят восемь карт ну и каждая карта как бы имеет свое значение во всех сферах жизни вы знаете я человек нетерпеливый мне надо все сразу и вчера ну и я конечно же обходила все эти курсы стороной курс алены меня именно привлек тем что всего двенадцать уроков я в принципе я вам честно скажу когда я регистрировалась на курс но как за 12 уроков можно научиться потому что второй действительно это семьдесят восемь арканов простите ну и о чудо это действительно так потому что абсолютно другой подход вам ничего не надо заучивать я ни одного аркана не заучивала вот я уже закончила этот курс жду своего сертификата и готовлюсь сделать для вас первый расклад кстати буду благодарна вам если вы под видео в комментариях напишите на какую тему вы хотели бы чтобы был первый расклад ну и конечно та тема которая будет повторяться больше всего я ее и выберу для первого расклада ну вот а пока что думаю будет интересно вам хотя бы посмотреть о чем курс потому что есть не только курс есть еще и мастер-классы таро через нумерологию их я уже прошла тоже очень интересно там очень много интересного материала не только о таро а а нумерологии а исполнение желаний поэтому переходите под ссылочки под этим видео потом есть эта ссылка на курс по искусству предсказаний и когда вы туда зайдете вы увидите все виды обучения ну и конечно же приглашаю вас присоединиться к нам феечкам и волшебникам и самим творить свою судьбу кстати почему я так сказала потому что одним из побочных эффектов этого курса становится то что жизнь неизменно идет к лучшему не могу вам объяснить почему может потому что расширение сознания может потому что научимся соединять несоединимое но я не буду рассказывать о курсе сейчас вы сами можете зайти и прочитать об этом но я вас приглашаю ну что поехали да простят меня представительницы прекрасные представительницы планеты венера ну я тоже являюсь представительница этой планеты но сегодня я буду на стороне наших дорогих марсиан и попытаюсь действительно вам объяснить как облегчить вашу жизнь как поменьше злится и как побольше излучать позитива потому что по силе мысли по закону притяжения все мы уже знаем если мы излучаем любовь благодарность позитив то мы обратно получаем во много раз больше этой же любви позитива и благодарности а если мы излучаем негативные эмоции злобу соответственно обратно мы получаем то же самое мир это зеркало как не крути ну и тут возникает вопрос писать мужчине первой или не писать в принципе опять же готовя это видео я конечно же читала умные книги и искала информацию как кто смотрит на это ну и очень многие психологи и не психологи кто занимается этой темой говорят что писать мужчине табу что это посягать на свою гордость но я вам хочу сказать что я девочка нетерпеливая сидеть и ждать у моря погоды я не могу мне надо все сразу и вчера я вам уже об этом говорила поэтому я все таки нашла информацию которая понравилась мне давайте так что мужчине да можно первой писать тут уже что писать и как писать если вы хотите упрекать если вы хотите делать какие-то замечания мужчине ругать мужчину то я честно вам скажу это табу ведь смотрите когда вы пишете это сообщение это значит что у вас злость у вас обида у вас раздражение и все это вы излучаете и все это идет в ваше сообщение и наш дорогой марсианин прочитав это сообщение вы знаете будет хорошо если он просто не ответит а того хуже он может вас заблокировать или просто перестать с вами общаться все зависит от формата отношений от того когда вы познакомились и какие у вас отношения и вы знаете он будет прав вот поставьте себя на его место и представьте себе что вы от него получаете такое сообщение мне очень интересно ваше мнение как бы отреагировали вы вот и сейчас я не говорю об экстримов вот экстремальные ситуации разбираются отдельно я сегодня не разбираю я говорю о общении и не важно вы только начали общаться с мужчиной или вы в паре с мужчиной или вы встречаете с ним или честно говоря даже если вы в браке вот я бы на вашем месте даже если вы в браке никогда бы не выясняла отношения через переписку особенно если вы в браке вы же все равно его вечером увидите зачем вам вот это все выливать ему чтобы где бы он не был чтобы испортить ему настроение чтобы он раздражался чтобы он переживал чтобы он нервничал вот вот это то о чем я говорю что мужчина тоже плачь хоть вы этого не видите вот поэтому даже если вы если вы раздражены если вы хотите ругаться и не знаю если вы злые вот в этой ситуации я бы вам посоветовала действительно не писать даже вы знаете даже если по вашему мнению мужчина заслужил это но ни в коем случае это не писать писать можно только успокоившись проработав себя подумав что вы хотите написать как вы хотите написать и для чего вы это хотите сделать и только тогда с трезвой головой сесть и написать что-то мужчина ну и в принципе что могу посоветовать это что-то нейтральное ни в коем случае даже если у вас был аргумент не пишите не продолжайте этот аргумент в сообщениях она ни к чему не приведет вот оно только отдалит вашего мужчину от вас но написать как дела как твой день или я иногда любимую пишу ну что заработался дорогой просто потому что хочу получить ответ да честно но и хочу чтобы мой мужчина почувствовал что я думаю что я переживаю о нем вот и что я хочу его видеть хочу его слышать но вот это все можно выразить одной фразой вот я вам три фразы уже дала вот и получается что краткость сестра таланта кстати еще по одной причине представьте вы пишете вы пишете целое письмо целую петицию душа на распашку все ваши чувства в ответ вы получаете только я знаю мне сейчас это смешно только две фразы ну конечно вы начинаете злиться как это так он такой сякой вы не понимаете одной простой вещи что наши марсиане так созданы что получив вот эту всю петицию он помнит только первую и последнюю фразу кстати хорошо если первую помнит это еще зависит от длины вашей петиции в основном он помнит только последнюю фразу и вот на нее он вам отвечает вот кстати по этой причине если вы хотите получать ответы и общаться методом переписки я бы вам посоветовала ваше сообщение заканчивать знаком вопроса и тогда вы действительно будете получать на них ответ и еще при всей краткости ответов от мужчины если вы умеете читать между строк иногда одной фразой даже не двумя одной фразой если вы правильно ее прочитаете вы поймете из этой фразы все что чувствует мужчина да и конечно если вы ему задаете вопрос не задавайте его витиевато вот мужчине надо сдать прямо четко в лоб и тогда он вам обязательно ответит вот единственное когда можно еще так немножко порассуждать внимание как бы оказать мужчине это если он вам написал какое-то чувственное сообщение ну вот давайте так признание в любви или что-то в этом роде потому что мужчине сказать я люблю тебя ох это тяжкий труд очень тяжело им это делать по крайней мере большинство из них они каким хочешь словом это заменят но вот именно слово люблю люблю для них тяжело и вы должны это понимать поэтому я вам говорю читайте между строк вот ну и если такого типа сообщения пришло да тогда действительно можете пару предложений как бы выразить свои эмоции и выразить свой ответ тогда да тогда ваше сообщение может быть немножечко длиннее вот как то так ну и еще одно правило совет принимайте это как ближе вам я знаю что я сама очень долго привыкала к смайликам к скобочкам мне было легче всегда это выразить словами а мужчины в основном они терпеть не могут этого оно их раздражает вот они видят этот смайлик а у них на лице я видела просто выражение лица мужчин когда они получали от женщины вот именно сообщение вот с этим огромным количеством смайликов и скобочек я вам честно скажу я сама не понимаю что это такое вот очень редко я да могу использовать ну скобочки могу иногда ну вот но это означает что я смеюсь или я грущу но это все но смайлики я никогда не использую и вот я вам советую использовать слова просто слова одним словом скучаю грущу люблю нравишься или что-то в этом роде ну и как я уже сказала выше если вам очень важно получить ответ на ваше сообщение заканчивайте его знаком вопроса будете смеяться даже если в принципе ваше сообщение не содержит вопроса если стоит на вопроса мужчине станет интересно почему это стоит вот этот вот знак вопроса там где он не должен стоять кстати есть еще одна причина по которой иногда мужчины не отвечают вы пишете какое-то ласковое сообщение они его получают они его читают и им так приятно вот что оно последнее что они просто не пишут они просто наслаждаются тем что они получили от вас кстати раньше мне никогда бы это не пришло в голову я бы сидела рвала и металла как это так но потом пообщавшись с мужчинами у меня есть мужчины и друзья поспрашивав их и у меня еще и брат есть который очень много мне объяснял психологии мужчин поэтому я точно знаю что если вы не получили ответа на ваше сообщение особенно если оно ласковое одно из причин может быть то что ваш мужчина просто наслаждается тем что он от вас услышал ведь это кажется что мужчины любят глазами они точно так же как и мы очень любят когда мы ласковы с ними когда они чувствуют что они нам нужны даже вот этой перепиской этими словами вот поэтому подумайте об этом прежде чем злиться на мужчину и раздражаться если вы не получили свой ответ ну и самое главное мои дорогие представительницы венеры самое главное чтобы вы были счастливы сами по себе чтобы вы были наполнены любовью счастьем благодарностью чтобы вы излучали это потому что а еще чтобы были уверены в себе потому что счастливая уверенная в себе женщина никогда даже не подумает о том чтобы упрекать в чем-то мужчину и не важно что он сделал она всегда примет это я вам даже не могу этого объяснить потому что это надо ощущать мне сегодня даже не придет в голову злиться на моего мужчину пусть он три раза не ответил на мое сообщение вот даже не придет это в голову потому что у меня в голове оно работает по-другому я понимаю что он мог не ответить вот по многим причинам пока которые я вам уже перечислила выше и если мне действительно как бы не втерпешь да я еще раз напишу ну напишу что-то такое что ему будет приятно и ему захочется ответить кстати еще одно даже если вы замужем и у вас уже конечно очень много рутины в отношениях все равно если вы будете полны любви полны благодарности и уверенности в себе ваш мужчина это почувствует ваш мужчина это почувствует это же энергетика мы все связаны энергетически и чем ближе к вам человек тем больше вы связаны энергетически поэтому когда вы наполнены когда вы счастливы когда вы благодарны ваш мужчина ваш мужчина будет лететь к вам на крыльях ему не надо будет писать никакие смс где ты что ты зачем ты отпадет просто надобность мало того что вам не захочется уже это делать по определению у вас даже в голову это не придет так еще он чувствуя вашу энергетику потому что энергетика будет очень высокой он будет лететь к вам и вот тогда вы знаете ему будет абсолютно все равно что вы приготовили или не приготовили постирали не постирали убрали не убрали для него будете существовать только вы а что для нас женщин важно для нас важно чувствовать себя номер один вот как то так так что мои дорогие представительницы Венеры я желаю вам быть полными любви полными благодарности и полными счастья и тогда все вокруг вас будут тянуться к вам и тоже будут счастливы так работает сила мысли и закон притяжения ну и конечно я все таки не могу закончить мой монолог без обращения к нашим дорогим и любимым марсиалам дорогие и любимые марсиане не забывайте что в большинстве случаев вы любите глазами а мы представительницы Венеры любим ушами поэтому учитывайте это и иногда отвлекайтесь от ваших важных дел и действительно уделяйте нам внимание а мы будем только от всей души благодарны вам как то так а теперь переходите по ссылочке внизу на канал о летном ариэс где она вам расскажет когда он напишет позвонит и приедет а я с вами на сегодня прощаюсь подписывайтесь на мой канал ставьте лайк если вам понравилось нажимайте колокольчик чтобы не пропускать мои видео а я постараюсь чтобы вам было интересно желаю вам счастья по определению до скорых встреч с вами была Женя пока пока